25 июня 2018 года приехали на реку днепр 5 часов утра жирик гоняет мелочь забросил два спиннинга на червя подлесника один на фидер а одно на убийцу карася такая погода хорошее утро спокойная река восход солнца там далеко впереди будем сейчас пробовать ловить рыбку поймал одну осылочку маленькую пустил поймал ее на фидер на убийцу карася не клюнула на фидер поймал лосы ручку пустил маленько вот это у меня фидер а вот это у меня убийца карася ну посмотрим утро только началось его видите жире гоняя сейчас попробую его бросить у меня снасть такая интересная на жериха попробую побросать может поймаю поймаю покажу ну а пока все буду ловить без 10 и 6 поклевок нет жду пробовал ловить жериха жерих не берет поменял при на маночке разные что-то слабенького то раз всплеск был больше всплеска нет вот такая красота хотя тут и коряшка рядом кидал может щука уход ну что-то не так ну там сидит человек что-то ловит на лодке или сетки ставят или вам поплавков сколько видите то ли сетки поставил то ли самоловой то ли рачница не поймешь мы будем ждать надеяться и верить товарищи тоже молчит маленького карасика вытащил и все поклевок нет поменял наживку кормушечку положил корма но пока никак ждем 15 минут 8 поймал одну ластырочку поклевок нет кормушечки макуха с кукурузой каша берет неактивно поклевки неуверенные бычок взбивает червя а природа отличная вот такая вот что у нас там под камышом рыбка сбрасывается а вот тоже какие-то снасти или сетки или вентиля стоят вот такая красота но если бы еще клевало бы было вообще отлично но ночью было прохладно комары уже не грызут рыба еще не кляет ждем ну что время уже пол девятого поймал два карася и одну ластырочку на фидер перестроил две снасти на фидер одну на убийцу карася но на убийцу карася не клюет что-то ничего не понятно а на фидер вот такие поклевочки солнышко поднимается стало тепло комарик ушел чудесная погода отличный ландшафт пейзаж хоть картины пиши вот такие чудеса ждем хорошую крупную рыбу как что-то клюнет покажу вот один фидер у меня вот второй пока молчат вот так друзья небо чистое погода отличная ждем рыбу вот Эдуард самый главный рыбак под зонтиком у него порвишь у него вот такой разбросанный говорит поймал два карпа ну покажи что ты хоть поймал давай посмотрим я ничего еще не поймал попозже можем попозже а сейчас ничего нет не клюет ну что-то дергает вытаскиваю кормлю в основном да да бычок сбивает и все мелочь я тоже поймал только два карасика хорошие проклевки такие были ластырочку а то все сбивает бычок и все рак бычок ну ты как на этом на пляже у тебя тут зонтик у тебя в париж тут все должно в башку давить должно да добрый друг Эдуард сейчас меня гостит кофе и я пойду ловить дальше ловить рыбу вот видите добрый друг вот такой ну что друзья пол третьего конец рыбалки посидел отдохнул позагорал половил рыбку буду собираться ехать домой ну мой сегодняшний рог вот такой не могу сказать что много не могу сказать что мало ну пожарить на ужин хватит одного рака взял на крючок ну и карасик вот так и так Эдуард последнюю хочет вытащить рыбку перед отхъездом и будем ехать домой сейчас он нам покажет свой садок посмотрим сколько он поймал говорит поймал килограмм 5 наверное 5 ребешек а он 5 килограмм уже удочки собрал одна осталась надеется вытащить на закуску карпа кашу выбрасываем в воду закармливаем рыбу в следующий раз приедем и будем ее ловить чтобы не было соблазна вот такой у него рыбацкий сундучок кожаный от кино камеры или фотоаппарата старого очень хороший такой антикварный сундучок для рыбалочки удобный кожаный так что друзья берите на вооружение вместительный но не дешевый ждем поклевку так ты уже рыбу вытаскивай покажешь хоть что-то там поймал там нечем плачь но все равно что надо вынимать ее ждем последнюю рыбу говорит последние три червяка и все первая банка вообще была ужасная половина червяков была хороших половина сгнился говорит что бизнесмены продают половину червя такого половину такого в одной банке а цены конечно сумасшедшие берут времена меняются раньше все было копейки а сейчас буржуи бизнесмены последнюю рубашку снимут совесть ушла в сказку совесть ушла в Европу вот так но что-то молчит пока бычок обгрызет крючки есть шанс поймать карася две этих потерял есть нет такая бальклевка была друзья только выключил кинокамеру но Эдар говорит что нету две снасти улетело одну зацепил оборвал две снасти одну оторвал а вторая улетела карабин не разошелся карабин накрутил я наверное что-то пять крючков оборвал там видно какая-то коряжка там уже меня и улетела снасть полетела полетела туда чуть ли не до ту сторону без трески что-то клеет бычок на бычка не похоже больше поклевка на карася была рыбачок ждет поклевки на крупную рыбу сазан килограмм на 15 я не помню последний раз чтобы я видел до 4 килограмма хотя бы у нас здесь на водоеме опа клеет сейчас уже так повыбивали что килограммовые только повставались и то наверное браконьеры сетями дрочами ну вот мой друг закончил рыбалку собирается насти будем ехать домой сейчас посмотрим что он там поймал то я пока ловил он сбегал на базар купил там пару килограмм чтобы больше поймать сейчас посмотрим посмотрим сейчас что-то там поймал но он поймал хорошо опыт 60 лет опыта а еще молодой вот ну килограмма три набил но поймал два раза больше чем я вот такой красивый карась ну вот друзья и все вот прощаемся сегодня с дедушкой днестром и уезжаем домой вот такая природа здесь там идет идет трасса ну вот и все с вами был сегодня Виктор Коробкин до следующих встреч друзья